Ну что, по первым кадрам вы уже могли понять, что я приехала в Париж. Этот город настолько влюбил меня в себя. Еще в апреле я сама себе пообещала сюда вернуться. Мы с семьей планировали сюда приехать, но так как я чуть раньше получила приглашение от бренда Lancome, конечно же, я тут же начала паковать чемодан. Как только прочитала первые строки, что будет какая-то поездка в Париж, да, потому что это тот город, в котором отдыхает моя душа. Тот город, который заставляет меня дышать медленнее для того, чтобы полностью прочувствовать атмосферу. Я здесь очень сильно вдохновляюсь. И вы не поверите, но я ехала в такси. И тогда уже у меня начали появляться разные идеи. Я просто сидела и записывала все в телефон. Вот бывает такое, что есть такое место, в котором тебе максимально комфортно, которое тебя заряжает. И в этот раз я здесь буду не только в пресс-туре, но также остаюсь, получается, практически два дня. Сама я встречусь здесь с девчонками, мы пообщаемся. Ну и, конечно же, главной целью моей поездки является знакомство с новинками, с хитами бренда Lancome. Также будет возможность узнать что-то о уходе. Вы знаете, что уход за кожей это просто моя фишка. И то, что я обожаю, пропагандирую на своем канале. Завтра мы посетим лабораторию Lancome. И мне даже самой было бы интересно узнать, вот если бы я была просто зрителем, а не блогером. Сейчас я быстро приведу себя в порядок. Что это значит? Я не хочу терять ни минуты свободного времени здесь. Поэтому я просто распакую свой чемодан, найду там поскорее сухой шампунь, сбрызну волосы и мы отправляемся на ужин. И как же приятно было зайти в номер, услышать очень приятную, расслабляющую музыку и получить цветы. Я вижу, что здесь есть какие-то подарочки от Lancome. Давайте посмотрим. Ух ты, спасибо огромное! Я сейчас еще в реальном времени поблагодарю людей, которые ответственны за все эти приятности. Здесь тушь Hypnose, которую я очень люблю. Подводка для глаз. Здесь корректирующий кушон зеленого цвета от покраснений. Это какая-то лаковая помада для губ. У меня их никогда не было. Осторожно заглядываю. Здесь какой-то уход. Я обязательно все попробую, оценю действия и обязательно расскажу вам. Это умывалочка, которую я уже давно себе приглянула. А вот это Energy Davi. Это увлажняющий бустер, который в теплое время года можно использовать как самостоятельное средство или как супер увлажняющую сыворотку. Я когда-то до конца использовала. Очень классная. В зеленом таком флакончике. И это еще не все, представляете? Господи, какие розы. Я никогда не чувствовала и думаю, что не буду чувствовать себя звездой. Поэтому для меня каждая мелочь является, знаете, такой вау. А здесь аромат из... Ой, из свеча. Тоже Lancome. Я не знала, что у Lancome есть свечи. Это эксклюзивные ароматы. Скорее всего, нишевые. Очень стойкие. У меня есть один после битвы брендов. С миндалем и с чем-то еще с ванилью, по-моему. Он такой прям очень насыщенный. И я не знаю, показывала вам или нет. Очень классно. А здесь виновница, точнее во множественном числе, моего приезда. Потому что завтра будет презентация новинок Lancome. Это крем под глаза из линейки Genifique, маски, а также патчи под глаза, которыми я завтра же и воспользуюсь перед мероприятием. И сыворотка. Это абсолютный бестселлер бренда. Очень знаменитая сыворотка, о которой мы поговорим подробнее уже завтра. Я уже как-то рассказывала в видео. Это то, что не просто замедляет старение, а дает видимый результат при использовании даже на зрелой коже. Но это не значит, что она предназначена для возрастной кожи. Но об этом подробнее чуть позже. Так, все, ищу сухой шампунь. И отправляюсь в мое маленькое парижское путешествие. Поужинали и сейчас небольшая вечерняя прогулка по городу. Мне кажется, сегодня в своем наряде я прям идеально вписываюсь в атмосферу. Вот девочки мне рассказали, что мы, оказывается, сейчас находимся рядом с одним из самых интересных музеев в Европе. А вообще-то это бывшая железнодорожная станция. И с той стороны приходили поезда. Интересно было бы посетить этот музей, но мне кажется, что у меня не хватит времени. И говорят, что лучше после захода в солнце ходить по набережной именно сверху. Потому что внизу живут люди. Вы поняли, да? А вот там находятся кораблики, в которых квартира. И там тоже живут люди, но уже другие по статусу. Вот это настоящее доброе утро. Сон, живые цветы. Ой, там кто-то сидит, я не заметила. Завтракаем и отправляемся в лабораторию. В этот день мы отправились в центр инноваций L'Oréal. На данный момент марка Lancome является частью этого гигантского концерна, поэтому мы здесь. История Lancome началась в далеком 1935 году. И за 80 лет у бренда появилось огромное количество бестселлеров. С момента основания продукция марки была представлена в трех косметических сферах. Это уход за кожей, макияж и ароматы. Кстати, если спросить женщин, с чем у них ассоциируется Lancome, они скорее всего ответят с розой. Этот цветок является символом марки с 1935 года. И вот в 1975 году один из величайших селекционеров вывел новый эксклюзивный сорт розы, который стал символом бренда. Мне очень нравится то, каким образом марка Lancome транслирует красоту. Потому что роза для них это воплощение вечной женственности. И это, знаете, как идеальная гармония от природы. И вот мне очень импонирует, что для своих рекламных кампаний они подбирают успешных, шикарных женщин в разном возрасте для того, чтобы показать, что красота бывает разной в любом возрасте. Я много раз говорила о том, что когда-то я хотела бы закончить косметологию и вообще быть причастной к производству косметики, узнать все изнутри. И очень рада, что сегодня, посмотрите, меня даже выдали в бейджик. Сегодня я стану такой микро-микро частью, посмотрю, что и как тут происходит. Я крайне редко бываю на разных презентациях. Очень жаль, потому что я живу в Польше. И даже если меня приглашают на презентации, где можно пообщаться со специалистами, с экспертами в данной области, вообще узнать какие-то актуальные тренды. Поэтому сегодня для меня прям очень важный день. Так как вы знаете, что уход за кожей это моя фишка, это то, чему я больше всего посвящаю времени. Но я часто что-то читаю, узнаю о косметике, пробую. Всегда в первую очередь делаю упор именно на уход. Так что, хочется поскорее узнать все детали, прям не терпится. Посмотрите. Это, кстати, моя любимая фотография. Даже с мужем. Там это приятно. Спасибо, что вы получаете. А вот здесь. Главное, очевидно. У меня ресницы не обучаются. Я нарядилась. Прям очень комфортно себя чувствую. Сейчас отправляемся в лабораторию и шаг по шагу будем смотреть, как создаются средства. Я еще никогда ничего об этом не смотрела. Так что для меня сегодня многое впервые. Также есть разные инфлюенсеры со всего мира. Но я одна представляю русскоязычные страны. Такой у меня халатик. Прям с никнеймом. И даже обувь. Все подошло по размеру. По-моему, мне идет. Что скажете. Нас, конечно же, познакомили с создателями рецептур ухода Lancome. Мы разбирали знаменитую линейку Genifique. И также по секрету рассказали нам о самых новых технологиях, которые концерн L'Oréal будет использовать в дальнейшем. На примере сыворотки Genifique, которая является абсолютным хитом марки Lancome, это самая продаваемая сыворотка из всего ассортимента бренда. Нам рассказали, как подбираются ингредиенты, каким образом они создаются, что они делают и зачем они вообще нужны каждой из нас, независимо от возраста. Потому что эта линейка может использоваться как молодыми девушками для предотвращения появления морщин, так и более зрелыми женщинами, потому что за кожей никогда не поздно начать ухаживать. Я, кстати, это проверила на своей маме. Нам рассказали о том, что такое пробиотики. Вот эта восхитительная женщина, которую вы периодически видите на экране, это главный технолог, которая работает в марке Lancome со студенческих лет. И вот она очень доступно объясняла нам, зачем нашей коже нужны пробиотики. Она рассказала о целом процессе, как проходит ферментация, фильтрация и как, собственно, вырастить, по сути, вот эти живые организмы, пробиотики, которые активируют работу наших генов, отвечающих за поддержание и восстановление основных биологических функций нашей кожи. Они помогают нам сохранять упругость, эластичность и плотность кожи. И, кстати, пробиотики, конечно же, содержатся в линейке Женифик. Еще в сыворотке содержится гиалуроновая кислота. И нам прямо на примере показывали, чем отличается высокомолекулярная гиалуроновая кислота от низкомолекулярной. Одно дело, когда где-то что-то прочитаешь, совсем другое, когда ты прям наносишь себе на одну руку одну гиалуронку, на вторую другой вид и понимаешь, что вот она разница. Еще в лаборатории Lancome было вот такое инопланетное устройство, которое я никогда не видела в продаже. Возможно, в Польше оно не представлено. В тот момент мне хотелось реально смыть макияж, нанести уход и поводить вот этой штукой по своему лицу, чтобы посмотреть, как она работает. Потому что она усиливает действие сыворотки в 7 раз, представляете? То есть достаточно один раз нанести сыворотку, поводить вот этим устройством по лицу и у вас будет эффект, как после 7-дневного использования сыворотки Женифик. И вы знаете, действительно ощущается гладкость, такая эластичность и упругость кожи. А вот самая инновационная технология этой декады, которую разработали L'Oreal, называется она Bioprinting, она работает так же, как принтер 3D. Я специально засняла, чтобы вы также смогли себе представить, что же она будет делать на нашей коже. Видите, этот принтер как будто создает новые клетки. То же самое уход будет делать с нашей кожей. И я специально осталась чуть дольше, когда все уже ушли, засняла образцы, которые нам показывали. То есть из небольшого количества клеток, которые вы видите по левую сторону, эта технология позволяет создать вот столько, сколько вы видите во втором. Это что-то как наращивание, размножение клеток кожи за счет ухода. Сейчас у нас свободное время, и мы пошли прогуляться. Хотим посетить все достопримечательности, которые, к сожалению, мне не удалось увидеть в прошлый раз. Мечты сбываются, и мы сейчас идем с точки в точку. И, знаете, хочется остановить время и просто насладиться, просто присесть на ступеньку, наблюдая за местными жителями. Фантастический город, с замечательной энергетикой. И если вы когда-то задумывались над тем, чтобы поехать в Париж, это доводствует. Я теперь понимаю, почему так многие влюбляются в него, почему этот город стал культовым. Мы дошли до оперы, и здесь каждое здание заставляет тебя остановиться и рассматривать, впитывать всю эстетику. Вы знаете, мы живем в прекрасное время, но как подумаешь о том, что столько лет тому назад кто-то много часов трудился для того, чтобы создать такое здание. Хотя бы вообще часть такой скульптуры. И хорошо, что мы, люди, сохраняем это все. Это знаменитая галерея Lafayette. Здесь можно найти любой бренд, пэшн и косметический, который вы только захотите. Я думала, что здесь больше людей. Надо сейчас посмотреть, где находится бутик Chanel, и действительно ли в него стоит очередь. Такой вид открывается из смотровой площадки галереи Lafayette. Я, кстати, почему-то никогда не слышала о том, что можно подняться на самый верх. Очень красиво. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сразу закажи мне, ты можешь выпить? Я водочки возьму Я ее лизнула, она соленая, значит она не сырая Может она описывалась в росте от себя? Главное, блин, она такая острая Мы что, какой-то яхт не спределяем? Мы, конечно же, поднялись на Монмартр Это высочайшая точка Парижа Своеобразный холм, на вершине которого находится базилика Сакракер Одно из самых красивых мест, которые я когда-либо видела Для того, чтобы подняться И посмотреть на Париж С такой высоты Я даже не знаю, сколько здесь ступенек Я думаю, что 300 мы уже одолели И, судя по всему, мы скоро здесь не протиснемся Так что становится все меньше и меньше места Если что, толкай меня сзади Я мы съели столько много Обедать после Должно быть предупреждение Нет, это уже даже не смешно Это того и стоило Прям очень-очень Когда перед тобой открывается такой невероятный вид Чувствуешь себя просто маленькой песчинкой в этом огромном мире Наконец-то мы добрались до Эйфелевой басни Теперь мы откроем холодное вино, которое мы недавно купили Будем сидеть, расслабляться, отдыхать после насыщенного дня Эмоции Обожаю этот город Я не знаю, сколько раз я готова сюда возвращаться Обалденно Мы купили бокальчики, а то как-то из пластиковых стаканов решили не пить вино Под Эйфелевые башни И вот сегодня такой вечер Точнее, начало вечера Мне кажется, что еще что-то интересное Сегодня мы обязательно увидимся Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Девчонки привели меня в латинский квартал и говорят, что здесь живет богатая богема, а бедная богема живет в части, где находится Монмарт. Исторически так сложилось. И вот Катя, стесняется? Очень стесняется. Где-то, где-то. Стесняюсь, но говорю, да, действительно на Монмарт жило очень много знаменитых людей, которые в молодости были очень бедны. Ван Гог, Ренуар, Пехаса. Они проводили там свои молодые годы, потому что на Монмарт было очень дешево жить. Это был пригород. Там было очень дешево жить и очень дешево выпивать. Потому что в Париже была пошлина на возалкоголя. И здесь он стоил дороже. А на Монмарт было дешевле. Вот, поэтому даже многие люди из Парижа, они на Монмарт ехали и сегодня там за вечера. Поэтому много кабаре, много кафе там. И считается этот район настоящим парижским. Ну вот, хотя очень много знает, она не только фотографирует, но еще и проводит экскурсии. Так что, если будете в Париже, я оставлю ссылки на девчонок. Обращайтесь к ним, прогуляйтесь, знаете много всего классного и того, чего не прочитаете путеводителя. Везу. Целуй. Я хочу вам сказать, что случайности не случайны. Вот мне в директ, в инстаграме поступает довольно много сообщений. И я, к сожалению, не успеваю отвечать на все, потому что у меня также есть реальная жизнь. Но мне написала одна девушка, которая тоже, не знаю, смотрит мои видео на ютюб или нет. Скорее всего, нет. Но она следит за мной в инстаграм. И я просто вот открыла ее сообщение, что будешь в следующий раз в Париже, давай встретимся. Писала, давай. И вот откуда ты знаешь, кто по ту сторону экрана смотрит тебя там, комментирует, не комментирует. Это вообще просто следит за твоей жизнью. И потом оказывается, что этот человек близок к тебе по духу. Хочу вас познакомить. Это Катя. Вот. Она живет во Франции. И, кстати, девчонки, кто говорил мне, что Оль, ничего себе, не кали и так далее, я решила заниматься тоже поиск фитнесом. И вот Катя тоже ведет тренировки, поэтому я думаю, что с ней мы начнем практиковать это. И это будет интересное приключение. Совместим приятность. Да. Продолжим. Но сегодня мы как-то так мило очень на позитивной ноте проводим время. И не знаю, как так получается, но судьба сходит. Иногда разных, иногда близких людей. Но вот не знаю почему. Я открыла сообщение, мы встретились. И вот это тоже Катя. Катя написала мне, говорит, что у меня есть подруга, которая фотограф, которая еще и экскурсовод в Париже. Вот. Давай встретимся втроем. Я всегда за общение, так что мы сегодня втроем гуляем по городу. Сейчас вот заказали вино. Без у нас, мне кажется, вообще здесь никак, да? Розы, конечно. Лепо. Розовые ноты. Сидим, конечно же, на летней террасе. Как хорошо, что я приехала в теплое время года. Теперь хочется чуть выключить камеру и просто пообщаться. Насладиться друг другом. Да, да, да. Я думаю, что на вот такой ноте я буду прощаться. Много всего написала для того, чтобы поделиться с вами. Потому что для меня это раньше был город мечтам. То есть я один раз побывала. Вот как Катя сегодня сказала, вдохнула и не выдохнула. Мне очень хотелось вернуться. И я рада, что это получилось вот прям сразу практически. Потому что прошло два месяца. И я вот думала о том, что мне надо летом вернуться в Париж. Потому что так хочется еще посмотреть, что-то узнать. И мечты, как бы мысли материальные. Надо мечтать. Я верю в то, что если чего-то очень сильно хотеть, то ты это получишь. Все. Всех целую. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok